МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. Сегодня 10 марта в студии Дина Володина. И прямо сейчас актуальная информация к этому часу. Расскажем самое важное о жизни в Красноярске. Кормят отходами. С такими обвинениями выступила учитель 108-й школы на улице Тельмана. По ее словам, работники столовой собирали еду со стола, куда кладут недоеденные порции, которые оставила первая смена. И снова подавали их уже для второй. На претензии педагога повара ответили, что эти продукты якобы откладывают для себя. Вы хотите нас покормить отходами? Вторую смену. А кто ими кормит? Сейчас со стола отходов перенесли сюда вот эти... А вот это томлеты. Я сейчас Наталью Сергеевну вызову. Вот это вообще в мойке. Так? Почему в мойке стоят вот эти отходы? Потому что люди собирают домой себе. Ну пускай они собирают домой себе. Хорошо, сейчас Наталья Сергеевна придет. Я это... Дому и себе можно вот в отходы. Управление образования Красноярска. Сегодня заявили, об этом знают. И уже назначена служебная проверка. Подробности обещали сообщить чуть позднее. Двух красноярских предпринимателей задержали за поставки сомнительного масла в школы, больницы и социальные учреждения. При выполнении плановых проверок специалисты Ростельхознадзора нашли почти 19 тонн продукции неизвестного происхождения. Компания, которой принадлежит товар, не получала ветеринарные сертификаты, хотя они необходимы при работе с бюджетными учреждениями и поставками продуктов. Также у организации отсутствовали сопроводительные документы на отгрузку в Красноярские края. Сейчас материалы направлены в правоохранительные органы. Компании грозит крупный штраф. Это не единственный факт введения инвентаризации при дальнейшем мониторинге. Мы еще выявили факт введения этой компании «Ошугар» незаконный оборот 73 тонн масла сливочного, которое в дальнейшем тоже через разные индивидуальных предпринимателей поставлялось в бюджетные учреждения. Жители Покровки решили убрать снег в своем дворе сами. Люди, живущие по улице Линейной 46, устали просить о помощи коммунальщиков, вооружились лопатами, принялись за очистку самостоятельно. Уборку территории жители сняли на видео, которое разместили в паблике микрорайона. На кадрах видно, что дороги от снежной каши чистят и мужчины, и женщины. Этот дом обслуживает управляющая компания «Красноярье». В комментариях пользователи социальных сетей предлагают выставить управляющей компанией счет за расчистку дворов от снега. В то же время в мэрии сообщают, уборка снега с улиц города ведется в круглосуточном режиме. За минувшие сутки вывезли 815 камазов снега и предлагают обо всех случаях ненадлежащего состояния дворов или кровли информировать в свою управляющую компанию, службу 205, либо в районную администрацию. Работников налоговой службы поймали на взятки в полмиллиона рублей, а сотрудницы аэропорта сделали предложение руки и сердца прямо на работе об этих и других словах. В двух словах расскажем далее. Сотрудников Красноярской налоговой поймали на взятки в полмиллиона рублей и отдают под суд. По версии следствия, деньги передали за представление сведений о проведении налоговой проверки в отношении юридических лиц, подконтрольных взяткодателю. Дело рассмотрит Советский районный суд. В отношении того, кто давал взятку, также возбуждено уголовное дело. Пожилая Красноярка ударила себя по руке топором. Об этом рассказали в полиции. Сотрудники дежурили у Николаевского моста, как вдруг к ним подъехала машина. В салоне находились две женщины. У одной из них на руке были намотаны окровавленные бинты. Ее родственница объяснила, мать случайно ударила себя топором при рубке дров, а теперь ее нужно как можно быстрее доставить в травмпункт. Стражи порядка пересадили дам в свой автомобиль и с мигалкой доставили в больницу. Молодой человек сделал предложение сотруднице аэропорта прямо на работе. Девушка досматривала пассажира, вдруг резко начала играть романтическая музыка. К ней начали подходить люди и дарить по одному цветочку. Затем через рамку прошел мужчина. Детектор сработал на металлический предмет в кармане. Он достал коробочку с кольцом, следом к работнице подошел ее молодой человек и сделал предложение. Дорогой дублером из Пашинова займется фирма с острова Сахалин. Напомним, дорога от дома посудостроительной 175 по улице Гладково, которая позволит жителям микрорайона напрямую выезжать на предмостную, задумали почти 10 лет назад. Тогда жители резко воспротивились стройке. С тех пор транспортная ситуация в районе ухудшилась и недавно власти вспомнили о прежних планах, объявив конкурс. Общепит теперь будет работать без ограничений по времени, а спортивные арены смогут заполнять на три четверти от общей вместимости. С сегодняшнего дня в Красноярском крае смягчают коронавирусные ограничения. Напомню, изменения в указ еще в конце февраля внес губернатор Александр Рус. Согласно документу, кроме аренд для профессиональных клубов на 75%, смогут заполняться спортивные залы, фитнес-центры и бассейны. Кроме того, теперь разрешено проводить торжества, свадьбы, юбилеи, корпоративы и банкеты. Только по-прежнему под запретом остаются танцполы в местах общественного питания и ночные клубы. Красноярский край преодолел рубеж в 64 тысячи заболевших коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки ковид подтвердили 140 жителям края, 57 из них красноярцы. Пока в регионе ежедневный прирост ощутимо снижается, в столице динамика нестабильная. Накануне заболевших было заметно меньше 46 человек. Также тревожат данные летальные статистики. Кривая вновь пошла вверх. 14 жителей региона скончались за последние сутки. Следователи прекратили одно из дел против кандских школьников. Троих подростков задержали в июне прошлого года. По версии следствия, они придерживались анархических взглядов, обучались изготовлению взрывчатки и отрабатывали свои навыки в заброшенных домах, на пустырях и стройках. Школьников обвиняли в создании террористического сообщества, но дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. При этом обвинения по другому делу обучения в целях осуществления террористической деятельности подросткам все еще вменяют. Максимально возможное наказание для несовершеннолетних по этой статье – 10 лет лишения свободы. В Красноярске заработала школа ресурсных родителей. В его классах учат, как не довести конфликт в семье до беды и эффективно решать возникающие проблемы. Это социальный проект, который стартовал недавно, но уже собрал десятки участников. Все они идут в школу, чтобы создать теплую атмосферу в семье, не совершая при этом ошибок. Подробности у моей коллеги Юлии Рядчиковой. Выстроить из изображений на карточках ассоциативный ряд – одна из задач, которую психолог поставил перед Ильей. Далее мальчик с легкостью вспоминает их последовательность. Позже раскрашивает мультяшку двумя руками, не выходя за границы. Ребенок как минимум не глупый, показывает коррекционный урок. Когда родителям постоянно говорят, что ваши дети не способны, не хулиганы, они такие плохие, не хорошие, очень важно показать, на что дети способны, и что они могут намного больше, чем родители зачастую думают. Илье 11 лет. Он имеет статус ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, стоит на учете у невролога и в школе. Не многословен, про свои увлечения рассказывает. На карате хожу, посею, на керамику. Хожу – это громко сказано, раскроет карты позже его мама. Все занятия сына заканчиваются после первых посещений. В школу ресурсных родителей она обратилась, поняв, что Илья не может найти общего языка ни со сверстниками, ни со взрослыми, даже сам собой. Отторжение полнейшее. Школа не пойду, не буду. Тут даже у нас получилась такая ситуация, что что-то там рукой ударился, писать не могу, все. Неделю дома просидел. Алена Юрьевна воспитывает мальчика одна. Говорит, чтобы уделять ему больше внимания, даже меняла работу. Не складывала на сына никаких домашних забот, оберегала его как могла, а вот сын вьет из матери веревки. Когда узнала о школе, воспряла духом. Быть может, здесь ее Илюшу перенастроят на нужный лад. А вместе с ним не дадут выгореть и ей самой. В школе учат договариваться и избегать серьезных конфликтов каждого члена семьи. Даже бабушку, которая приехала, погостить. Каждую семью мы сопровождаем в течение трех месяцев. Первый месяц – это индивидуальная работа с семьей. То есть специалисты работают с каждым членом, со всеми членами семьи в индивидуальном порядке. Следующий месяц – это шесть семинаров с практическими тренингами, групповые семинары, в том числе огромный блок по нейрофизиологии, огромный блок по конфликтологии, по ресурсным практикам. И дальше уже месяц будет уже отложенная рефлексия. «Мир в семьях» сегодня в школе берутся навести команда психологов, среди которых есть и клинический психолог, нейропсихолог, олигофренопедагог мирового уровня. Медиаторы и специалисты-конфликтологи. Они ждут обращений о помощи от четырех категорий семей. Это семьи СОП, находящиеся в социально опасном положении, в частности стоящие на учете в органах опеки. Семьи, где есть ребенок со статусом ОВЗ, многодетные и взявшие детей под опеку. Татьяна Федорова рассказывает, что прежде чем приступить к реализации проекта школы, ее фонд несколько лет сотрудничал с реабилитационным центром «Росток». Занимался социализацией сложных подростков. В 2020 году в разы увеличилось количество детей, которые попадают в систему. Если мы берем те же реабилитационные центры, если запросить статистику, то эта статистика покажет увеличение практически в два с половиной раза. Школа возникла как раз для того, чтобы не доводить ситуацию до «Ростка» и по возможности сохранить семьи. Получить консультацию или попасть в школу можно, позвонив по номеру, который вы видите на своих экранах. Юлия Рядчикова, Эдуард Баглай, 7 канал. В конце выпуска еще раз напомню, каждый день по будням новости седьмого канала выходит в прямой эфир и в 16.00. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333, присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы и ватсап. Номер 8-391-2900-333. В студии для вас работала Дина Володина. Увидимся. Всего хорошего.